Глава двадцать четвертая. Видение ночи. Все они были несколько лет назад крошечными, красными, рыхлыми младенцами, которых можно было вымесить и выпечь в какую угодно социальную форму. Карлейль. Вчера поздно вечером я прогуливался вдоль Коммершель-стрит от Спитальфельда до Уайтчепеля и потом спустился к югу на Лимон-стрит до самых доков. Гуляя, я улыбался, вспоминая газеты Ист-Энда, которые, преисполненные гражданской гордости, хвостливо заявляют, что в Ист-Энде все обстоит благополучно и он вполне пригоден как место жительства для мужчин и женщин. Трудно передать даже десятую долю виденного мною. Многое нельзя выразить словами. Но в общих чертах я могу сказать, что видел кошмар. Ужасающий поток грязи, наполняющий тротуар жизнью, скопище невыразимого разврата, которое затмило ночные ужасы Пикадилли и Странда. Это был зверинец из одетых двуногих, немного похожих на людей, но больше на животных, и чтобы дополнить картину, их призывали к порядку, когда их рычание становилось слишком свирепым, сторожа с медными пуговицами. Я был рад присутствию сторожей, потому что он не надел своего матросского костюма и мог послужить приманкой для хищников, которые рыскали взад и вперед. По временам, где не было сторожей, эти самцы смотрели на меня пристальным голодным взглядом. Это были волки сточных канав, и я боялся их рук, их голых рук, как можно бояться лап гориллы. Они напоминали мне горилл. У них были низкорослые, уродливые, сгорбленные тела. Не видно было напряженных мускулов, сильных мышц, широких плеч. Они являлись выражением первичной экономии природы, как когда-то пещерные жители. Но в этих худощавых телах была скрыта сила, зверская первобытная сила, чтобы хватать, вцепляться, разрывать на части, терзать. Известно, что когда они набрасываются на человеческую добычу, они перегибают жертву назад и гнут тело, пока не сломают спинного хребта. У них нет ни совести, ни чувства, они готовы убить за пол Соверена. Без страха и жалости, если представится сколь-нибудь удобный случай. Это новый вид людей, порода городских дикарей. Улицы и дома, переулки и дворы являются для них местом охоты. Для них дома и улицы тоже, что долины и горы для природных дикарей. Трущобы их джунгли, они живут и сторожат добычу в джунглях. Милые и деликатные люди в раззолоченных театрах и чудо-дворцах Вест-Энда не видят этих людей. Им даже не снится, что они существуют. Но они существуют. Они живут интенсивной жизнью в своих джунглях. И горе тому дню, когда Англия будет воевать в своей последней траншее, а ее боеспособные мужчины будут на линии огня. Потому что в этот день они выползут из своих логовищ и нор, и обитатели Вест-Энда увидят их, как милые, деликатные аристократы феодальной Франции увидели их и спрашивали друг друга, откуда они явились? Разве это люди? Но они не были единственными зверями, наполнявшими зверинец. Они мелькали только кое-где, заглядывая в темные двери, проходя, как серые тени вдоль стен. Женщины, выносившие их в своем больном теле, были повсюду. Они нахально хныкали и плаксивым тоном выпрашивали у меня пенни. Они пьянствовали в каждом кабаке, неряшливые, смутными глазами, взлохмаченные, перемигиваясь и ругаясь, с бьющими через край бесстыдством и развратом. Наконец, упившись, валялись на скамейках и стойках, невыразимо отвратительные. На них страшно было смотреть. И там были другие, странные, загадочные лица и фигуры, искривленные туловища, которые касались меня плечом к плечу, с обеих сторон. Невероятные образчики мрачного уродства, обломки общества, бродячие остовы, живые трупы. Женщины, до того истощенные болезнью и пьянством, что их позор уже не мог доставить им два пени на открытом рынке. И мужчины в фантастических лохмотьях, потерявшие от лишения и нужды человеческий облик. Их лица застыли в постоянной судороге боли. Они идиотски ухмылялись, ковыляли, как обезьяны, умирали с каждым шагом и с каждым дыханием. Были там молодые девушки 18 и 20 лет, со стройным телом и лицами еще не тронутыми, не искаженными и не опухшими. Они прямо упали на самое дно бездны одним быстрым падением. И я помню мальчика 14 лет и другого, 6 или 7, оба бледные, болезненные, бездомные. Они сидели на панели, прислонившись спиной к решетке и смотрели на все это. Непригодные и ненужные. Промышленность не призывает их. Докеры толпятся у входа в доки и уходят с проклятиями, когда заведующий не вызывает их. Механики, имеющие работу, платят 6 шиллинга в неделю, товарищам-механикам, которые остались без дела. 514 тысяч текстильных рабочих восстают против резолюции, запрещающей детский труд до 15 лет. Женщины, таких даже перепроизводства, готовы трудиться для хозяев в патагонных мастерских, получая 10 пенсов в день за 14 часов работы. Альфред Фриман ищет смерти в грязной луже, потому что он потерял работу. Элен Юс Хэнк предпочитает канал регента и Слинктонскому рабочему дому. Франк Кавилла перерезает горло жене и детям, потому что не находит достаточно работы, чтобы обеспечить их пищей и кровом. Непригодные и ненужные. Несчастные, презираемые и забытые, умирающие в общественных бойнях. Порождение проституции, проституции мужчин, женщин и детей, плоти и крова и духа, короче, проституция труда. Если это лучшее, что может дать человеку цивилизация, то верните нам положение рычащего по-звериному голого дикаря. Гораздо лучше быть племенем чащи, пустыни или пещер, чем людьми машин и трущоб.